В данном видео я расскажу вам про аниматроников, которых показали в фильме Банана Сплиц. Вы узнаете, для чего они были созданы и как вышли из-под контроля. Также я не забуду про их способности, строение, слабости, виды и многие другие моменты. Обсуждаемые сегодня создания представляют собой роботизированных персонажей-талисманов, которые многие годы выступали в очень популярном детском шоу Банано Сплиц или Банановые Сплиты. Перед самым его закрытием аниматроники, также именуемые в честь программы Сплитами, вышли из-под контроля и стали убивать всех встреченных ими взрослых. Детей же они ловили и заставляли смотреть свои представления, которые из-за сбоя в программе вряд ли уже можно было назвать развлекательными и тем более детскими. Перед тем, как я начну рассказывать про местных аниматроников, все-таки стоит подробнее углубиться в историю самого шоу. Поначалу может показаться, что фильм основан на популярной серии игр Five Nights at Freddy's или просто FNAF. Но это не так, хотя к этому моменту я еще вернусь. Обсуждаемый ужастик является прямым продолжением популярной и очень даже реальной детской передачи, выходившей более 50 лет назад, начиная с 1968 года. За это время свет увидела 31 серии этого шоу. Причем в зависимости от эпизода использовались либо переодетые живые актеры, либо мультипликация. Главными героями в передаче выступали говорящие антропоморфные животные – собака, горилла, лев и слон. Последний из всей четверки был единственным немым персонажем. Банановые сплиты для своего времени были довольно популярными. За несколько лет, помимо основных эпизодов, на свет появился полнометражный фильм, серия комиксов и несколько музыкальных альбомов, составленных из песен, исполняемых в передаче. К сожалению или к счастью, но новые эпизоды отсняты так и не были. Через несколько лет банановые сплиты попросту стали никому не нужны. В 2008 году предпринималась попытка воскресить шоу. Было отснято некоторое количество короткометражек, музыкальных роликов и даже открыт небольшой тематический парк. Однако зрители такие начинания восприняли довольно прохладно, и сплитов было решено прикрыть и отложить до лучших времен. Через 11 лет на свет появился комедийный ужастик «Банана Сплитс». И тут есть одна маленькая деталь. Изначально банановые сплиты были обычными поющими животными, а в фильме 2019 года они вдруг превратились в аниматроников. Почему бы это, спросите вы? Я не зря в самом начале упоминал серию игр «Five Nights at Freddy's». Дело тут в том, что создатели обсуждаемой полнометражки Blue Ribbon Content но очень хотели снять фильм по ФНАФу. А их владельцы, Уорнеры, как раз на данный момент держат права на эту вселенную. К большому огорчению Blue Ribbon доверять Фредди Фазбера и его друзей им не решились. А вот никому не нужных банановых сплитов было использовать не жалко. Кстати, судя по слитой информации, в качестве сценария для фильма про сплитов был использован один из первых отклоненных сценариев для полнометражки по ФНАФу. А вот самого Фредди Фазбера в кино мы, судя по всему, не увидим еще очень долго. Картину постигла та же судьба, что и экранизацию знаменитой серии Uncharted. Постоянные отсрочки и смена ключевых фигур на съемочной площадке. Ну а теперь, когда вы полностью в курсе происходящей каши, возвращаемся непосредственно к роботам из банановых сплитов. По версии фильма, шоу не ограничилось 31 серией, и его продолжили выпускать на постоянной основе. Популярность росла, и даже через 50 лет передача пользовалась большим спросом, особенно у детей. Взрослые, для которых сплиты в детстве были своеобразной теленяней, относились к шоу с большой любовью, а некоторые и вовсе становились его настоящими фанатами. Где-то в 2010 году владельцы банана Сплитс студия ТАФТ решила заменить живых актеров на роботизированных кукол. Для этих целей был нанят специалист по данному вопросу, человек по имени Карл. Он воссоздал четырех главных персонажей, наделив их всеми необходимыми для выступлений на передаче способностями. Карл заморочился со внутренним строением сплитов, сделав его похожим на человеческое. Начиналось все с внутреннего опорного каркаса, сделанного из стали, придававшего существам гуманоидные формы. На него крепились все так называемые мышцы и кости, механические суставы и многочисленные моторчики. Даже исполнительное устройство, отвечающее за работу аниматроника, напоминало сердце, и находилось в том же самом месте, что и у обычного человека. Огромное количество проводов и трубок со смазкой выполняли роль нервной системы и кровеносных сосудов. В связи с тем, что сплитам приходилось танцевать и исполнять разные фокусы, вся перечисленная начинка была оптимизирована соответствующим образом. Однако, хотя большая часть движений были плавными, в них часто можно было заметить определенную заторможенность и механическую природу. Это мои партия! Работу зрительных и слуховых органов брали на себя специальные сенсоры и датчики. Ушки наших аниматроников были сверхчувствительными. Сделано это было в основном для того, чтобы сплит мог отчетливо слышать и выполнять команды от съемочной группы во время записи шоу или проведения живых выступлений. Такое оборудование позволяло улавливать даже шепот на расстоянии до 50 метров. Обработка информации ложилась на центральный процессор, расположенный в голове робо-куклы. В глаза был встроен прибор ночного видения, датчик движения и другие прибамбасы, позволяющие сплитам спокойно ориентироваться в любой обстановке и соответствующим образом реагировать на любую ситуацию. Завершающим элементом являются костюмы, которые точь-в-точь повторяют те, что носили живые актеры. Продвинутой мимики или хотя бы той, что была у аниматроников во вселенной Five Nights at Freddy's у сплитов нет. У некоторых из них лишь немного двигается рот, однако из-за извлечения звуков отвечают специальные голосовые модули. Общаться, словно обычные люди, куклы не могут. У них имеется заранее прописанный для шоу текст, до стандартные варианты ответов, такие как «да», «нет», «хорошо» и ряд других. Сделано это было для того, чтобы сплиты не отклонялись от прописанного сценария. Являясь механическими созданиями, эти существа обладали большой физической силой, значительно превосходившей человеческую. Они могли легко ломать кости, отрывать конечности и швырять жертву на несколько метров в любом направлении. При этом они не были неуязвимыми. Их начинка была довольно хрупкой, и физическое воздействие могло легко ее повредить, выводя таким образом сплитов из строя. Карл, создатель аниматроников, отвечал не только за исправную работу механических элементов своих творений, но и занимался программным обеспечением и его обновлениями. Являясь человеком увлеченным, и даже можно сказать, немного поехавшим на своих изобретениях, он хотел, чтобы сплиты всегда помнили, что шоу должно продолжаться. К сожалению, такая установка в итоге сыграла с аниматрониками и их владельцами злую шутку. Новый директор решил закрыть, по его мнению, устаревшую передачу. Это привело к конфликту в программном обеспечении механических кукол, из-за чего они принялись убивать всех встреченных взрослых. Всего для шоу было разработано 4 аниматроника. Первый, Бинго, является горилла оранжевого цвета. Его отличительные особенности – большие белые очки, желтая жилетка, кеды и зубастая улыбка. Дальше идет Флигл. Данный сплит представляет собой светло-коричневую собаку с огромным красным галстуком-бабочкой и вечно торчащим языком. Среди кукол он является главным, и по ходу действия фильма становится похож на терминатора из-за порванного костюма. Далее идет Друпер. Этот коричневый лев, как и Бинго, носит очки, но уже желтого цвета, а на ногах у него имеются белые гетры. Во время рекламной кампании фильма изображался с пастью, усеянной острыми гнилыми зубами. Последним активным сплитом выступает слон Снорки. Запомнился большими розовыми очками, неспособностью говорить и возможностью сопротивляться установленному программному обеспечению. Кстати, в разработке учокнутого деда Карла была еще одна кукла – сестричка для уже работающих сплитов по имени Хути. Он даже самостоятельно сшил ее костюм и почти полностью подготовил детали для сборки. Однако, руководство студии не давало одобрения на ее создание, так как считало, что основной состав должен быть неизменным, и любые перемены могут негативно сказаться на рейтингах шоу. Из-за сбоев в программе аниматроники стали настоящими стадистами. Они заставляли взрослых проходить испытания в своем шоу. Тех, кто отказывался сотрудничать или помогать им, куклы пытали или просто убивали. Правда, участников шоу, как победителей, так и проигравших, ждал один и тот же печальный финал – смерть. При этом детей сплиты не трогали. Как уже было сказано, они заставляли их смотреть свои выступления. Из-за своей механической природы куклы не понимали, что таким зрителям были нужны еда и отдых. Вследствие чего, в конце концов, малышей также ожидала незавидная участь. Это все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте палец вверх и устраивайтесь на работу в пиццерию Фредди Фазбера. Спасибо и помните, что аниматроник – ваш друг, соратник и отличное средство для колки грецких орехов. Главное, не перепутайте орех со своей головой. Последствия вам не понравятся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!